Команда американских ученых заново клонировала первый в мире клон собаки в попытке узнать, влияет ли процесс клонирования на здоровье и продолжительность жизни клонов второго поколения. Первый клон, появившийся на свет в 2005 году и получивший имя Снапи, был создан благодаря стволовой клетке, взятой афганской борзой, и появился на свет с помощью суррогатной матери Лабрадора. Пес Тай, у которого первоначальные взяли стволовую клетку, умер от рака в возрасте 12 лет. Его клон Снапи дожил до 10 лет и тоже умер от рака, однако от другого его вида. Когда Снапи было пять, ученые взяли у него стволовые клетки и в результате сложного процесса получили с их помощью 94 эмбриона, которых подсадили суррогатным матерям. В результате на свет появились четыре клона Тая второго поколения. Один из щенков скончался вскоре после рождения, однако трое здоровые скоро отметят первый день рождения. Эти результаты были опубликованы на научном журнале Scientific Reports. Теперь ученые будут следить за жизнью щенков, особенно за такими факторами, как темп развития, метаболизм, состояние иммунной системы и склонность к различным заболеваниям.